Их называют воспитателями в погонах. И действительно, это преданные своему делу специалисты, перед которыми стоит ответственная задача – помогать детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Зачастую ребятишки не отдают отчета в сделанном. Мелкое хищение – это в основном возраст школьный, четвертый, третий, пятый класс. То есть они идут со школы, хотят перекусить, заходят в магазин. Ой, киндер-сюрприз, шоколадка, печенька, жвачка. Пытаются, а денег, допустим, не хватает. Могут взять, положить в карман, либо в рюкзак, думают, что их не заметят. Хотя в настоящее время у нас в больших сетях, магазинах очень много камер установлено. И, соответственно, нам потом поступают звоночки о том, что несовершеннолетние похитили имущество. На профилактическом учете у инспекторов состоит без малого 250 подростков. Работа с ними требует ежедневного терпения и самообладания. Бывают и сложные случаи. Бывают такие ситуации, неблагополучие в семье. Мы принимаем решение об изъятии несовершеннолетних детей и помещение их сначала в больницу для анализов, а в последующем в центр помощи семьи и детям. И когда ребенка отрываешь от мамы, хотя мама и может находиться в состоянии алкогольного пьянения, в наркотическом состоянии, агрессивно может себя вести, либо жестоко обращается с ними, но дети все равно любят маму и говорят, пожалуйста, не забирайте. Праздничный день инспекторов поздравляли представители других подразделений и коллеги. Хотела бы искренне поздравить всех инспекторов с профессиональным праздником. Желаю успехов в этом нелегком труде. Также хотела выразить слова благодарности нашим ветеранам и пенсионерам подразделения, которые нам помогали, ну, соответственно, мне помогали, когда я пришла, когда я была молодым сотрудником. Сейчас этот практический опыт я передаю, соответственно, уже новому молодому поколению. Также хотелось сказать, чтобы работа шла спокойно, была легкой, невесомой и наполняла какие-то красочные события, креативными решениями. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.